Всем привет! Вот и настало это время. Мы едем в роддом с Кристиной. Я иду за машиной. Тем временем Кристина приготовила все вещи, которые могут понадобиться ей в роддоме. И автокресло мы тоже взяли. В общем, все, что нужно. И, конечно же, я тоже все свои вещи взял, которые мне могут понадобиться. Ну, что там? В принципе, это просто сменная одежда и зарядка. Ехать нам недолго, где-то минут 10, максимум 15. В больнице есть сразу же паркинг удобный. То, что не нужно будет тратить время его искать. Забрал я Кристину. Она тут сидит, умирает, бедненькая. Что, тебя тошнит? Ну, да, что-то мне так тошнит. Сколько нам на больнице ехать? 13 минут? Все, терпи, не рожай еще. Мне кажется, что наша малышка хочет сидеть до последнего. Да? Да. Ну, не знаю. Посмотрим, что сейчас мне скажут. А что они могут? Ну, дадут мне еще пару дней походить. А если нет, то будут стимулировать. Потому что, ну, малышка же продолжает расти и ей будет потом сложнее. Ну, и мне. Так, хочу, чтобы все было максимально натурально. Поэтому, блин, не хочется, чтобы они как-то сказали мне определенные идеи. Ну, все, ну, посмотрим. Подъезжаем к Кристину моей больнице в аэропорт. Вылетаем. Вот, смотрите. Она прямо на горизонте уже виднеется. Это белая. Да, там даже на крыше я смотрела есть посадочная, посадка для вертолета. Ну, что, мы уже в больнице. Ждем в своей очереди. Кристина, как ощущения? Хорошо. Думаешь? Ну, чуть-чуть нервничаю, да. Интересно, что мне скажут. Мне скажут, что все супер. Ну, да. Приехали уже в сервис-центр. Смотрите, как выглядит. Просто это улица и официальный центр Sony, смотрите. Вот это кайф. Ну, то есть, тут написано было, что это центр, который отправляет и там может какую-то диагностику сделать. Я так понял. Ну, выглядит это стрёмно. Да, выглядит это вообще капец. Еще они не работают. Они говорят, ну, у нас просто все заняты, поэтому приходи в другой день. Ну, и чисто это испанская тема. Так реально, мы звонили 100-500 раз. Они не берут трубку, да. Чисто испанская тема, когда ты хочешь что-то починить или что-то сделать, ты это не сможешь сделать в момент. Тебе нужно ждать тучу лет, тучу времени, чтобы что-то сделать. Просто интересно уже не исправить эту проблему, а просто узнать цену хотя бы. Если цену скажут, а мне, я не знаю, 200 евро что-то будет стоить, то, естественно, смысл, блин, мне ее чинить. В больнице мне сказали, что все хорошо. Мне сделали КТГ, мониторинг, сердцебиение. И, в общем, малышка там развлекается и не хочет выходить. И мне назначили еще один визит снова на проверку сердцебиения. Вот 27-го числа, если я не рожу к этому времени. Ну и плюс мне назначили визит уже непосредственно к гинекологу, чтобы обсудить, как провоцировать роды, если они не начнутся. Потому что после 41-й недели это опасно и уже нужно что-то предпринимать. Но я надеюсь, что все-таки наша пупся захочет побыстрее увидеть мир. И мы скоро с ней встретимся. Каждым днем мне все больше людей пишут, что когда там я рожу, либо там, что я им снилась, что я уже родила. И как-то в какие-то моменты это немножко напрягает в том плане, что, блин, почему я не родила? Когда тебе начинают много людей задавать столько вопросов. Вот. Кристина с собой взяла и инстакамеру, и там куча вещей каких-то. Потому что наша подруга, которая рожала в этой больнице, на втором визите ей сказали оставаться и рожать. Она мне сказала, возьми с собой все вещи. Я взяла. В итоге мне сказали, что все хорошо, ходи дальше. В Лидоле невозможно пройти мимо этого отдела, да? Ну, выпечка здесь крутая. Че возьмем? Че возьмем? Курасаны? В Лидоле решили купить только фрукты, потому что мы уже делали закупку. Но так как мы взяли машину, это редкость, чтобы найти паркинг. Знаю, кстати, сейчас постараться его найти поближе. С каждым днем все сложнее и сложнее, да? Кристина тут прям уже набрала всего понемногу. Ну да. А что, какой план? Домой едем спать, потому что я не выспался. Ну да, тоже хочу спать. Сложнее, выспалась? Да, у нас сегодня под окнами опять кто-то орал. В 3 часа ночи Кристина проснулась, меня разбудила. И мы, я не знаю, спать, по-моему, легли где-то в часов 5 утра, наверное. То есть очень-очень рано. Хочу взять какой-то шоколад к чаю. И обычно брал всегда молочный. Ну, в молочном, интересно, сколько сахара. А смотри, Кристина, тут вообще 50 грамм. Угу. А ну, подержи. Ну, вот так, подержи. А в черном... А в черном, пофигеть, 2 и 3. Ну, я черный. Вообще, супер мак. Я заметил, когда я с чаем шоколадку ем, тогда мне приходится съесть полностью всю пачку. Ну, или половину, чтобы наесться. А вот этот черный шоколад мне достаточно всего лишь там 2 плиточки. Я уже такой думаю, ё-моё, сколько можно? Не знаю, но прикольно. Ну, конечно, он не такой сладкий, но зато он тебя быстро наполняет. И ты после этого не хочешь даже сладкого есть. Пришли домой, и тут разговариваем на такую тему, то, что некоторые говорят, ну, в большинстве случаев, там, вот, девушки, которые рожали, то, что они там, допустим, поубирали весь дом, там, сели, и сразу же почувствовали то, что они рожают. Да, да, когда все дела доделали. Кристина тоже вчера немного поубирала дома. И в итоге ничего не получилось. И сегодня говорит, может, надо поставить кроватку. Чтобы быть точно. Ну, да. Ну, слушай, ну, с кроваткой у тебя точно. Это сначала тумбочка, была полочка точно. А сейчас кроватка. Ну, что, можем проверить, если хочешь. Можем поставить кроватку. Как только поставим, значит, ты должна сразу родить, да? Я выпью кофе и круассанчики съем, которые мы купили с Кристиной. Они свеженькие. И Кристина еще, кстати, готовит рыбку. Но я все сразу потопчу. Там может быть то, чем вкусненькая еда. Угу. Ну, что, сарманчик сделали, который вот этот купили? Да, сделала лосось. Так что будем кушать и спать. Выглядит просто аппетитно. Так, ну что, начинается миссия поставить кроватку. Кристина, ты готова? Угу. Вот, я принес ее. Да, давай. Ну, давай. Работаем. Вот, Дима устанавливает кроватку. Вот так? Надо ее по размеру нашей кровати поставить и еще ее зафиксировать петлями. Так, ну что, мы идем по плану. Тут, оказывается, нужно было еще опустить ее. То есть, чтобы одна сторона была выше, одна ниже. Тут показано, вот, первая сторона на единичке, а вторая на тройке. Ну, мы так же самое сделали. Это, возможно, чтобы Бабаша лежала немножко под наклоном. Вам тоже это говорили на курсах? Ну, на курсах, да, нам объясняли, что под наклоном должна либо матрасик приподнимать, для безопасности, ну, чтобы она там не срыгнула или еще что-то. Вот. Все, миссия кроватка выполнена, и можно поздравить нас с этим. Так что, все, Кристина, можешь поражать уже? Все. Сейчас, сейчас, про. Давай, давай. Что ты тут делаешь? Я, так как у меня осталась капуста, вот, половину я заморозила в морозилке, а половина осталась, я решила сделать тушеную капусту. Вот. Вот, посмотрела, что делается она суперлегко за 30 минут. Так как я обожаю овощи, думаю, получится вкусно. Вот. Из ингредиентов там, в принципе, ничего не надо. Лук, морковь, помидоры, капуста, специи. И, в общем, буду мутить. Надеюсь, у меня получится вкусно. Да, Дим, ты любишь тушеную капусту? Да, я еще ни разу не использовала. Приготовила я тушеную капусту, получилась она очень вкусная. Еще у нас были вот такие вот веганские сосиски с тофу. Поэтому вот такое блюдо будем кушать с Димой. Только что я звонила в страховку, потому что завтра у нас обновляется страховка на машину. Здесь прям очень все хитро устроено. То есть я позвонила, попросила скидку, чтобы дешевле было. Потому что так можно делать, если вы долго со страховкой. И то есть у вас никаких проблем не было, она может вам сделать скидку. И я позвонила, долго общалась с этим мужчиной. В итоге он сказал, что наша страховка увеличилась в цене. В общем, начал мне что-то такое из мира фантастики рассказывать. Когда вы говорите, что вы перейдете в другую страховую компанию, они сразу-таки начинают переживать и сразу дают вам скидку. Сидим с Кристиной и тут думаем, когда наша ББШ появится, можно сделать Кристин ставки. Давай? Да. Когда ты думаешь, какое число? Ну, я думаю, все-таки... 22-ое? Да. Блин, сложно. Но у тебя какие ощущения? Что уже прям вообще скоро-скоро? Нет, нет, никаких ощущений. Но мне кажется, тогда 25-го, я думаю. Но что-то наша девочка не особо хочет выходить. Да. Ну, знаешь, почему? Мм. Потому что я выставила сториз модель. На Чиле. И все, на этом мы будем с вами прощаться. Будем продолжать ждать ББШ-у, сидеть и ждать. Так что все, всем спасибо за просмотр. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok